Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня, 9 июля, Православная Церковь совершает празднование Тихвинской иконе Божьей Матери. Тихвинская икона Божьей Матери по преданию – одна из икон, написанных святым апостолом и евангелистом Лукой. В V веке из Иерусалима была перенесена в Константинополь, где для нее был построен Влахернский храм. В 1383 году, за 70 лет до взятия турками Константинополя, икона исчезла из храма и в лучезарном свете явилась над водами Ладожского озера. Чудесно носимая с места на место, она становилась близ города Тихвина. На месте явления иконы был построен деревянный храм в честь Успения Богородицы. Усердием великого князя Василия Иоанновича вместо деревянного храма был возведен каменный. В 1560 году по приказу царя Иоанна Грозного при храме был устроен мужской монастырь, обнесенный каменной стеной. В 1613-1614 годах шведские войска, захватив Новгород, не раз пытались уничтожить монастырь, но заступлением Божьей Матери обитель была спасена. Так однажды, ввиду приближавшегося шведского войска, иноки решили бежать из монастыря, взяв чудотворную икону, но не смогли сдвинуть ее с места. Это чудо остановило малодушных, и они остались в монастыре, уповая на защиту Божьей Матери. Незначительные по числу защитники монастыря успешно отражали атаки, намного превосходивших их сил противника. Наступающим шведам то представлялась многочисленная рать русских, идущая от Москвы, то какое-то небесное воинство, и они обращались в бегство. После чудесной победы над шведами в монастырь прибыли царские послы. Сняв список с чудотворной иконы, они отправились в деревню Столбова в 50 верстах от Тихвина, где 10 февраля 1617 года был заключен мир со шведами. Главную поруку мира с русской стороны был принесенный список с чудотворной иконы. Впоследствии этот список был принесен в Москву и поставлен в Успенском соборе, а затем по просьбе новгородцев, участников войны со шведами, отправлен в Новгород и поставлен в Софийском соборе. Так с начала XVII века началось всероссийское почитание Тихвинской иконы Божией Матери. В XX веке, в годы лихолетия и жестоких гонений на Церковь Божию, монастырь был закрыт. В 1944 году будущий архиепископ Чикагский и Миняполисский Иоанн Гарклавс и мирянин по именем Сергий, впоследствии его приемный сын, спасая чудотворную Тихвинскую икону, увезли ее в Европу, а затем в США. Перед своей кончиной в 1982 году архиепископ Иоанн завещал своему приемному сыну, протеерею Сергию Гарклавсу, заботиться об иконе Богородицы Тихвинская и вернуть ее России тогда, когда в стране изменится отношение светской власти к Церкви и будет восстановлен Тихвинский монастырь. Торжественное возвращение святыни произошло в 2004 году. 8 июля 2004 года, после 60-летнего отсутствия, святыня вернулась в Тихвинский Богородичный Успенский монастырь, который избрала для своего постоянного пребывания шесть столетий назад. Тихвинская икона Божьей Матери относится к иконографическому типу изображения Богородицы, носящему название Адигитрия, характерной особенностью которого является общение Пресвятой Девы с Младенцем Христом, их обращенность друг к другу. Изображение Богоматери поясное, младенец сидит на левой руке матери. Ноги младенца согнуты в коленях, и его правая стопа находится под левой. В левой руке он держит свиток, правый благословляет. Изображение Богоматери на Тихвинской иконе практически идентично Смоленской иконе Божьей Матери, главное отличие в наклоне головы. Список чудотворной иконы Тихвинской иконы Божьей Матери был привезен в город Каракул в 1897 году при освященном Аркадии епископом туркистанским. Сей список он получил от Афонского монастыря в дар. Первоначально икона находилась в Свято-Троицком монастыре на берегу озера Иссыкуль, но после разграбления и разрушения монастыря икона была перенесена в Свято-Троицкий храм Каракола, где и пребывает до ныне. Местна чтится как чудотворная. На самой иконе имеются следы от выстрелов. Список Тихвинской иконы Божьей Матери в кресто-воздвиженском храме в городе Зилупе в Латвии подарены ее последним хранителем, отцом Сергием Гарклавсом, считается чудотворным и помогает в рождении детей. На 2018 год зафиксировано 17 случаев чудесного исцеления от бесплодия благодаря молитве у этой иконы. Исследование Тихвинской иконы относит написание иконы к концу 14-го, началу 15-го века. В 2018 году копия Тихвинской иконы 17-го века мера в меру была принесена в новопостроенный Свято-Владимирский храм города Алматы, Казахстана. Дорогие братья и сестры, сегодня также совершается память святых преподобного Давида Солунского, святителя Дионисия, архиепископа Суздальского, празднуется обретение мощей преподобного Тихона Луховского-Костромского чудотворца, чествуется перенесение мощей преподобного Нила Столобенского, преподобного Иоанна, епископа Готфского, священномученика Георгия Степанюка-Пресвитера, совершается празднование иконам Божьей Матери Лицкая, Нямецкая, Адигитрия, Седмия Зерная. Всех, кто носит имена святых, прославляемых церковью сегодня, я сердечно и тепло поздравляю с днем Тиземиниства, а также всех с 20-летием возвращения Тихвинской святыни. Будьте Богом хранимы и Его Пречистой Матерью. Многое вам и благая лето!